итак если кто-то смог разобраться в этих надписи и с двумя точечками сверху здесь написано пярну это эстонский город 4 кстати по величине и всем привет по-эстонски здравствуйте так что ходим гуляем по пярну хороший интересный городок судя по всему потому что мы так проехались немножечко большой очень и как всегда с большой истории быстренько пробежимся и покажем кое-чего успеем да такая вот интересно пристань ну как интересно красивая мостики всякие разные то есть это какой-то парк и вот там вижу ворота сколько я помню называется таллинские ворота это ворота наверное старый город пярну идем смотреть сегодня истории скорее всего будет мало мы просто сегодня отдыхаем городе пярну вот эти таллинские ворота старый город там схемы мы пойдем посмотрим что там за схема от чё схема 2 города как-то маленькая маленькая мало домиков там но веди в таллин смысле в пярну но через вот такие вот ворота широкие и высокие идем город прадед пушкина вот так вот так что сейчас будем цитировать стихи пушкина пойдет налево и заводит направо сказку говорит бродит русалка на трях сидит там что-то цепи был садись до плохо тут какой-то монумент камень он прям так блестит чьё-то лицо он написан август и капсон ну вот все тут красивая театр как я понимаю и там виднеется православная церковь желтого цвета зелеными куполами судя по надпись это церковь святой Екатерины. Памятник архитектуры. Построено в 1765 году. Вот так. Ну вот, красиво купола. Ну вот, что видим, то поем. Увидев церковь, сняли интересные улочки. Узкие, старые. Да, тут, в принципе, каждый домик по-своему интересный. Да. Все за часик не снимешь. Ну, наверное. Ну, мы постараемся. Ну, или как бы впереди деревянный домик. Да, да, да. Я вижу. А потом посмотрим. Посмотрим. О, какой теорий какой-то подъезд. Я посмотрела, это Карлская галерея. И там будет выставка какой-то художницы. Ну, вот так. Двери интересные. И вообще здание само по себе интересное. Красивое, да. Да, тут все красиво. А вот это, по-моему, городская ратуша. Пярну. Если я не ошибаюсь. Такое интересное здание со шпилем. Такое интересное здание со шпилем. Интересное. Интересное деревянное здание со ставнями. Оригинальные держатели для велосипедов. Деревянные. Сегодня ветер дует. Нам все равно приятно пройтись по такому уютному, хорошему, красивому городку. Здесь так все красиво, что невозможно все снять, но очень хочется. Извинит, как его назвать, колокольчик. Я так понимаю, что вечером здесь будут все кафешки, столы выставлены на улицу. Ну, если погода будет хорошая. Ну, в Эстонии всегда погода хорошая. Да, такой невзрачный домик с такими входными наружными дверьми красивыми. Живопись на стенах. На углу дом спортзал написано. Пороховой погреб. Ну, скорее всего, бывший. Памятник архитектуры 17 века. Вот это здание с такими куполами интересными. Да, нам нравятся большие города. И маленькие. Ну, как-то маленькие, как-то, я не знаю, как-то... Нет, ну, маленькие, они компактные. Там у каждого домика есть табличка, своя история, своя легенда. А здесь столько всего красивого, ну и ладно. Ходите, смотрите, то есть, как-то все красиво. И там деревянный дом старый красивый. И этот кирпичный зал красивый. И впереди я вижу церковь большая красивая. Ну, все красиво. Ну, в принципе, ходи, гуляй, наслаждай. А вот это, кстати, памятник архитектуры. Это школа, кстати. Да. Ну, то есть, мы снимали за заборчиком. Это была школа. Ну, нет, да, там дети играли, да, это школа. Там здесь спортивный зал. Ну, школа красивая. Да, такая старинная. Ну, тут написано. Пярну. Ваналина. Охикоу. Ну, это, скорее всего, школа. Школа, наверное, школа. Не будем портить красивый эстонский язык. Да. Своим ризанским. Вот, не, ну, красиво. Тут, конечно, все красиво. Но, я не знаю, мы сегодня просто вышли. И, как бы, решили просто пройтись. И, может быть, слишком голопым по Европам. Вот, получилось. Ну, поснимаем, посмотрим. Вот такие вот старинные церквушки. И, вообще, Пярну известен в летописи, скорее всего, с 1251 года. То есть, очень старый город. Мы по нему сейчас и ходим. А в 1710 году, после Северной войны, он стал принадлежать к Российской империи. Наверное, поэтому эту церковь не называют Елизаветы. Да, да, да. Ну, тут много следов из России. Мы следили. Мы следили, конечно же. Сейчас пытаются все исправить. Вот. И, вообще, Северная война, интересно, Северная война-то было, вообще-то, за выход в Балтийское море. То есть, шведы воевали, ну, с Европой, там, Дания, по-моему, участвовала. На другой стране Дания, Россия и Нидерланды, наверное. Голландия, да. Ну, то есть, Швеция воевала с Европой. Европа выиграла. И поэтому разделили сферы влияния. Прибалтика стала в сфере влияния России с 1710 года. Так что, вот так. Вот опять какой-то собор, какая-то церковь. На шпиль и петух. Ну, наверное, ветеранская тогда. Хотя, говорят, и на католических ставили петухов. На шпиль. Устанавливали. Сейчас вот Эмма пошла, читает и информацию нам предоставит. Скорее всего. Если по дороге не растеряет ее. Я не растеряю. Это Элизабет Кирк. Церковь Элизавета. Вот. Так это литеранская, наверное? Ну, да. С петухом. Я слышал, что петухов ставили на шпиль и в католической церкви. Но я, правда, ни разу не видел. А я прочитаю, что вы с ломанами. А я дойду до перекрестка. Потому что тут каждый момент можно снимать. О, очень интересный вход в здание. Вход, получается, на второй этаж. Сразу. А первый этаж, ну, наверное, полуподвальное помещение. Да, интересное здание. Мы там думаем, это центральная такая пешеходная улица в старом городе. О, тут памятник какой-то. Наверное, что-то перевел. Или писал. Ну. Он, короче, по-моему, первый, кто на эстонском языке. То ли здесь была школа театра. То ли публиковать что-то начали. Ну, то есть он знаменитый эстонский господин. Публицист. Ну, скорее всего, держит в руках газету. И умно смотрится. Красивая пешеходная улица. Домики обалденные. Как в сказке. Ну, и какие хорошие, интересные скамеечки. Хочется некоторыми частями тела аж прислониться к ним. Посидеть, отдохнуть. Ну, конечно, осень. Листьев очень много. Кстати, хотел пройти мимо через эти столбы. Ну, между столбов. Но сейчас увидел, что там натянута веревочка. И мог бы я здесь упасть. И немножко было бы обидно. Ну, вот откуда вошли. Туда и вышли. Таллинские ворота. Вот уже поверх. Ну, да, тут можно, кстати, выйти, скорее всего, не через ворота. А по ступенькам. Мы уже здесь были. А мы не любим. Ходить по тем местам, где мы уже бывали. Правда, иногда бывает. Идем по ступенькам наверх через вал. Здесь какой-то амфитеатр. Все для людей. Чтоб люди пели, танцевали и слушали. Сидя на этих скамеечках. Это вот какая-то заводь. Я так понимаю, она падает в реку Пярну. Ну, конечно, в свою очередь Пярну, река Пярну падает в Рижский залив. Увидел такой небольшой проход. Сейчас вы тоже увидите. То есть, все для людей можно пройти от одного пункта к другому через такие проходы каменные, как бы. И вот выходим, опять же, к этому каналу. Эмма уже здесь. Она, наверное, через мостик проходила, нет? Да. Ну да, почти. Ну что? Пойдем в отель. Пойдем в отель. Что нас там ждет? Красивый закат, она заслевает. Где? Ну, что? Ага. Ну, красивый. Рыба, наверное, водится, так как рыбаки сидят сидят о, рыбку кто-то вытащил сидят на конечно же в каком-то расстоянии так как боятся повторения пандемии, наверное и тем более территория ловли у каждого своя Удачи им. Я подумал, это частный дом это, наверное, бутик Это какой-то бутик и прямо на территории стоит вот такой вот катер, как бы рыболовное судно Глушитель торчит Глушитель, наверное, поставили от машины Я так думаю Ну, вот и таких вот моментов здесь очень много Красивых, интересных Аллея Липова 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 Сели на интересную скамейку рядом с каким-то мужиком и, кстати, как его? Он зовут Олив Сима Посмотрим, кто такой Может быть, будем гордиться этим И, ну, на сегодня хотим, во всяком случае с вами попрощаться Потому что Пиарна славится своими СПА И мы не являемся исключением Мы тоже приехали в отель Сейчас нас ждут СПА Процедуры Если будет настроение Может, еще и отель с ними покажем Да, покажем Это будет отдельное видео Наши животы И пятые точки И пятые точки А то, видите, пока только головы Которые сидят на плечах И о чем-то говорят Ладно, пока Всем хорошего вечера Или дня Пока Хорошего просмотра Субтитры сделал DimaTorzok